Приветствую вас, прочитал ваше первое сообщение, скажу сразу, что я не буду, наверное, читать все 14 страниц, это слишком много. Вот, в принципе, то, что вы описали, в первом своем сообщении, более чем, ну, мне кажется, понятно и более чем раскрывает суть того, что с вами происходит. Смотрите, отвечаю на ваш вопрос сразу, да, значит, это мои убеждения приводят к страданиям или, объективно, он вытирает об меня ноги. Если честно, то я думаю, что и то, и другое. То есть, объективно, и ваши убеждения приводят к тому, что эта ситуация произошла и приводит вас к страданиям, и он объективно вытирает о вас ноги. Осталось только выяснить, что здесь первично, а что вторично. Давайте разбираться. Близкое знакомство началось с того, что он вызвал деньги, не видя меня, в размере моей месячной зарплаты. Я тогда очень нуждал. Понимаете, индивидуально. Ну, может человек объективно нуждаться в деньгах, в трудные для себя периоды жизни. Я не думаю, что есть что-то преступное и криминальное в том, что мужчина, который, ну и вообще человек даже, причём здесь мужчина, человек помогает другому человеку, если у него такая возможность есть. Я не думаю, что это что-то плохое, честно. Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что вы приняли у него эти деньги, потому что, ну, опять же, опять же, он мог, вы хотели, всё в порядке. Вот здесь. Другой вопрос, что вы ему не вернули эти деньги. Другой вопрос, что вы посчитали, что вот он вышел и вышел, и это нормально. При условии, при условии, что у вас тогда, вот на момент того, когда он первый раз вышел деньги, была, судя по всему, влюблённость, другая влюблённость, другого мужчину. Это первый тревожный звоночек, почему вы позволили ему просто, по сути, вас содержать и вливать в вас денежные средства. Вот. И второй момент, это то, что, вот вы говорите, близкое знакомство началось с того, что он вышел деньги. То есть, близкое знакомство началось с денег. То есть, ну, вот тут, опять же, нужно спросить себя, хотите ли вы, чего вы хотите? Таких ли вы отношений хотите? На таких основаниях вы хотите отношений? Или всё-таки чего-то другого? Дальше. Потом увиделись, я поехал, поехала в командировку в его город. При встрече предложил переехать в Москву, оплачивать мне жильё и давать деньги на все необходимое. При этом, без интима, я категорически до свадьбы была против. Ну, здесь, опять же... Вот, как сказать? Вот вы говорите, я поехал в командировку в его город, увиделись, и он сразу предложил переехать в Москву и оплачивать мне жильё. То есть, это, при условии, что он вас не знал, при условии отсутствия секса, то есть, это тоже, ну, совершенно очевидно, что у мужчины есть какие-то свои цели. Да, то есть, ему, совершенно очевидно, нужна вот более-менее приемлемая женщина, да, судя по всему. Ну, вот, это, опять же, непонятно, при каких условиях вы познакомились, может быть, вы это дальше и описывали, но я опираюсь только на ваше вот сообщение. Первое. Вот. То есть, тут очевидно, человек идёт к своей цели. Ну, по поводу того, что вы против секса до брака, ну, это ваше убеждение, это ваша позиция, я думаю, что относиться к ней нужно с уважением. Хотя я бы и поисследовал бы, откуда такая категоричность, тем более, что, если я так правильно понял, у вас отношения до мужчин, до этого мужчины с кем-то уже были. Через две недели меня уволили, и он снова выслал деньги в том же размере. Здесь мне хотелось сказать, что у вас есть вообще проблема какая-то связанная с работой, то есть вас постоянно увольняют. Я не думаю, что это что-то случайное, я думаю, что здесь есть как бы система, я думаю, что что-то в вашем поведении приводит к тому, что вас увольняют. Вот, и это, ну, с точки зрения профессиональной психотерапии, то, что нужно исследовать. То есть нужно исследовать ваше поведение, нужно исследовать, почему вас увольняют. То есть вас уволили не один раз, ну, в этом, в принципе, ничего такого странного нет, даже два раза в этом ничего странного нет. Но у вас гораздо больше, и вообще есть проблема какая-то сработает. Такое ощущение, что какой-то вот своей цене, да, какого-то своего дела, какого-то своего предназначения, призвания у вас нет. Дальше, значит, так, он снова выставил деньги в том же размере, но вот опять, да, вы просто приняли, то есть вы мне не вернули ничего. Дальше, год мы не виделись, два месяца общались по переписке, на каком основании и, собственно, о чем, что вас связывало. Когда меня стали принуждать к увольнению, и очередная моя влюблённость закончила крахом, я переехал к нему в Москву. То есть, то есть, то есть, смотрите, вы уволились, устроились на работу и вас опять принудили уволить. Случайность? Мне так не кажется. Дальше, вы пишете, моя очередная влюблённость закончилась крахом. Значит, мало того, что мужчина, которого вы описываете, здесь представляется последним шансом. То есть, меня отовсюду, мне везде не повезло, влюблённость закончилась с неудачей, меня уволили, я решил воспользоваться предложением мужчины. Мало того, что мужчина здесь выглядит последним шансом, и он чувствует, что он для вас последний шанс, он не может этого не чувствовать, не может этого не знать. Так еще, вы пишете о том, что ваша очередная влюблённость закончилась крахом. То есть, имеет место быть проблема в построении отношений с мужчинами. То есть, имеет место быть проблема в гендерном поведении вашем. Это то, что нужно также исследовать. Женское поведение, поведение с мужчинами, необходимо корректировать для того, чтобы ваша влюблённость и крахом не заканчивались. Это уже система, это уже определённый такой жизненный сценарий. Как и жизненный сценарий прослеживается в работе. Ну, то есть, жизненный сценарий прослеживается в том, что вам очень сложно, судя по всему, удержаться на работе. Вот. То есть, я, конечно, не могу сказать наверняка, да, но, пока, с точки зрения профессиональной психотерапии, всё обстоит именно так. Дальше. Значит, СССР переехал к нему в Москву совсем без денег. То есть, это последний шанс. Предварительно очень просила Бога послать мне любовь к нему. Вот. И знаете, как сказать? Я отношился с уважением к тому, что вы верующие. Но, как можно просить Бога послать любовь к этому человеку? То есть, вы снимаете как бы с себя ответственность за свои чувства к мужчине. Вы снимаете с себя ответственность за своё отношение к мужчине. И... Вы можете всегда сказать, что это не я влюбилась, а это Бог мне послал. Любовь. Здесь как-то забывается, что мужчина, я ещё раз повторяю, выглядит здесь. В качестве последнего шанса. Что является неприемлемым для человека, которого вы любите. Дальше. Влюбилась по уши. Тут вот тоже хотелось бы как-то более раскрыть этот момент. Как происходила влюблённость. На фоне чего происходила влюблённость. И что вы понимаете под влюблённостью? Потому что влюблённость это одно. Любовь это другое. Я могу назвать влюблённостью идеализацию человека. Я могу назвать влюблённостью некую такую, может быть даже страсть. Незрелое чувство, на котором могут выстраиваться серьёзные отношения. Поэтому здесь очень важно определиться с терминами. Дальше. Он стал как принц. Для меня постоянная эйфория при мысли о нём. Ну, это вот идеализация. Это идеализация человека. О том, что такое идеализация человека, я думаю, что вы можете почитать в интернете. Но я бы сказал, что идеализация это перенос всего того, что вы хотели бы видеть у себя и в себе, на другого. Значит, он стал как принц. Здесь понятно. Она оторвана для реальности. Кстати говоря, за идеализацию всегда следует деидеализация. Чем сильнее идеализация, тем сильнее деидеализация после. Он принял квартиру рядом с собой, давал деньги, покупал продукты, через месяц поехали в Италию. Так прошло полгода. То есть, по сути, всё это время он вас содержал. Опять же. Вставал ли вопрос о том, что вы ему даёте? Вставал ли вопрос о том, что он получает? Или всё это было чисто на его инициативе, и вы эту инициативу как бы приняли? Или целиком и полностью. Дальше. Так прошло полгода. Я ходила по собеседованиям. Наконец-то нашла работу. Зарплаты всего на 8 тысяч. Слушайте, ну в Москве зарплаты на 8 тысяч... Странно. Особенно если вы ходили по собеседованиям, и у вас почему-то не получалось. Это проблема репрезентации себя. Так, эээ, зарплаты всего на 8 тысяч выше, чем в провинции. Выше... А-а-а-а-а, зарплаты всего на 8 тысяч выше, чем в провинции, пишите? И вы извиняете. А почему всего на 8000, почему вы так пишите, что всего на 8000 выше, чем провинция? Для вас в работе важны деньги? Столько? То есть вы только сравниваете? Вот как бы. Дальше. Его доходы превышали мои в 10 раз. Опять же, к чему вы это написали? Какая разница? Если вы влюбились. Переехала к нему в двучку, интима так и не было. Тут тоже хочется спросить, почему вы не переехали раньше? Если переехали, почему не было интима? То есть как вы все это имплементировали в свои отношениях? Жила на свои, но он по своей инициативе подкидывал мне по 5000 месяцев, водил кафе, распять ездили в путешествие за границей по России по моей инициативе. Но за его счет, я так полагаю. Без интима. Ну, опять же, важен контекст, как он это все воспринимал. Оплатил курсы вождения инструкторов. Ссорились сильно, из-за чего? Я много кричал, обвиняю в том, что он не помогает по дому, не уделяет внимания. В предложении я за мудисту не поступал. Ну, вот здесь, конечно, нужно исследовать, почему вы ссорились, кричали, обвиняли его, чего-то требовали, если, судя по всему, человек для вас и так достаточно много чего делал. Я вас не обвиняю в том, что вы, в том, как вы поступали, но здесь, определенно у вас есть какие-то моменты, которые нужно раскрыть. То есть, почему вы считаете, что он должен помогать по дому? Почему вы считаете, что он должен уделять больше внимания, чем он уделяет? Почему вы считаете, что он должен сделать вам предложение? То есть, опять же, такое впечатление, да, что вы пытаетесь человека это сконтролировать. Вы отказываетесь воспринимать его таким, как он есть. Это следствие идеализации. Ну, и последующая идея идеализации. Вот. То есть, вы думаете о себе, не думайте о нём. В отношении к этому всегда приводит к... Ну, понимаете, когда человек деструктивно думает о себе за счёт другого, это всегда приводит к конфликтам. Дальше. Так. Время проводилось со мной мало. Объясняет, что много работы, и он индровер. Но, опять же, как вы к этому относились, как вы это восприняли? На вопрос, любит ли он меня, отвечал утвердительно. А почему вы задавали ему этот вопрос? То есть, как бы, вы сомневаетесь в том, что он вас любит? Вы сомневаетесь в том, что вы достойны любви? А может быть, что-то в вашем поведении наталкивало вас на мысли о том, что вы не достойны любви? И так далее, опять же, нужно исследовать, почему вы спрашивали. Ага, так прошло ещё два года. То есть, два года вы жили с ним, даже больше двух лет вы жили с ним без интима. Правильно я понимаю? Говорил увольняться, если сильно устаю, всё время говорил, что никто не закрепляет меня работать, я уволил его, спросил, собирается ли он жениться, или я уверен в себя. Для чего вам женить бы? Зачем? То есть, как бы, вот, понимаете, да, я не очень понимаю, зачем вы работаете, не очень понимаю, зачем вам жениться, я не очень понимаю, какие у вас вообще вот свои собственные глобальные цели, Юлия, честно говоря. Так, я уволил его, спросил, собирается ли он жениться? Так, я уеду к спецглаву, готов, дать ключи от сейфа. Да-да, с ключи от сейфа, зачем? Непонятно. От свадьбы с гостями отказался категорически, согласился на фотосессию, торжественную церемонию, свадебное путешествие. Ну, хорошо, как бы, класс, приняли. Выяснилось, что я боюсь полового акта. И что вы с этим делали? Вместо ключи от сейфа дал 30 тысяч на месяц. Я сказал, что больше не готов. Как вы к этому относились? Я получал чуть больше. И что? Причём, вы как будто, знаете, как будто равняетесь с доходом. То есть у вас в отношении такое ощущение, что присутствует материальная составляющая очень сильно, при том, что эмоциональная составляющая психологическая составляющая напрочь отсутствует. То есть такое ощущение, что вы не чувствуете друг друга совершенно. Так, эм, полгода я не работал, устроился на работу, меня быстро уволили. Ну, вот опять, да, тут продолжает действовать паттерн, эм, так сказать, поведенческий. Муж оплатил мне дешёвые путешествия в пару стран и ещё в поездке в Россию. То есть тут вот не очень понятно, как вы уже успели пожениться. Вы говорите, оплатил пару раз, оплатил мне дешёвые путешествия. То есть вы, а вы не довольны тем, что он оплатил вам, эм, как бы дешёвые путешествия или что? То есть в каком, ну, в каком ключе, в каком контексте вы это пишите. Через полгода взрослую работу на тридцать. Опять же деньги, то есть тут как бы вот деньги в голову в глаз ставятся. Выпросил иномарку за тридцать тысяч. К чему вы это, к чему, к чему вы это написали? То есть пока я вижу, что вы, эм, что мужчина делает для вас всё, что он может, что вы получаете то, что хотите. Далее, год жила на свои, он начал спать своими ночными хождениями по квартире, просил уехать. Уехал, коммуналку оплачивал, продукты изредка покупал. Так провела год, уволилась из-за очень низкой зарплаты. А вы устроились? Куда вы устроились? Почему 30 тысяч для вас, очень низкая зарплата? То есть, как бы, способны ли вы на большее? Непонятно. Дал 30 тысяч, он переехал обратно, теперь даёт в долг. Так, а что изменилось-то? Почему вы просили его уехать из своей квартиры, из его же квартиры, как я понял, это после того, что он для вас сделал? Не очень понятно ваше позицию здесь. Он считает, что брак не для удовольствия, а для ощущения кармы. Ну, то есть, у него тоже есть такие некие религиозные взгляды свои, своеобразные. Опять же, как вы это воспринимаете? Говорит, что удовольствие – это грех, где удовольствие – это страдание. Он меня, по-дому, ничего не требовал и не требует. К сексу абсолютно равнодушен и желание раз в полтора месяца в месяц. И кто нормально воспринимает мои отказа? Почему вы им отказываетесь? Никогда не наставят. Не наставят, возмущаются, что я купил квартиру в ипотеку в провинции. Тоже купил квартиру, хотя у него полторы квартиры. Полторы – не очень понятно, что вы имеете в виду, если честно. Почему возмущаются, что вы купили квартиру в ипотеку? Почему возмущаются? То есть, как бы, ему не нравится, что вы какую-то свою основу создаете, видимо. Да, ему не нравится, что у вас есть своя какая-то, ну, независимость от него. Перед этим предварительно вынудил заключить брачный договор. Перед чем он вынудил заключить брачный договор? Как можно было вынудить вас заключить брачные договоры? Обначает ли это, что между вами нет доверия? Детей от меня не хочется, а зачем вам дети? Хотя, в целом, хочется и хотелось зашлить на этой почве. То есть, вы зашли на почве, что хотите детей. А что еще между вами общего есть? На мои претензии говорить, что я как бабка из сказки о золотой рыбке, что я сама по себе несчастна. А какие претензии у вас? В чем, в чем претензии заключаются? Если вы выписали иномарку за 300 тысяч. Ну, в чем претензии, в чем претензии? Начинает какая-то оценка ситуации. Для меня она психотравмирующая. В чем? Это брак, сплошная боль и унижение. В чем? Несколько лет на антидепрессантах. Правда, в молодости тоже была курсом в прекрасных ситуациях. А потом, в первом браке не пила совсем больше горда. А откуда тогда страх полового акта, если у вас это не первый брак? Почему первый брак распался? Понимаете, в первом браке вы совершили какие-то ошибки. Эти ошибки, скорее всего, вы не осознали, не исправили их. И во втором браке вы совершаете те же самые ошибки. Ошибки первого брака стали возможными благодаря тому, как вы себя воспринимаете, как вы себя позиционируете и что вы о себе и о других людях думаете. В частности, что вы думаете о мужчинах. Соответственно, все это нужно корректировать, чтобы ситуацию исправить. Дальше. Чувство себя любимое, пишите вы. А сами по себе вы себя, вероятно, не любите. То есть, вы себя до конца не принимаете. Я слишком много хочу. Иррациональное убеждение приводит к страданиям или объективно ситуация абсолютно утряда мне ноги? Ну, как я уже сказал, это и другое. То есть, насчет того, сильно ли вы хотите, ну, то есть, много ли вы хотите, это очень субъективная и деликатная тема, потому что, ну, хотите вы можете чего угодно. Вопрос в том, какими путями вы к этому идете. И готовы ли вы заплатить ту цену, которая за ваш выбор последует. У меня такое ощущение, что цену вы платить не готовы. То есть, вы выстраиваете отношения с мужчиной, которого описываете чисто материальные отношения, отношения по расчету, но требуете от него какого-то внимания, любви, чего-то еще. Вы выставляете себя жертвой здесь. То есть, человека безответственного за самого себя. В этом и заключается основная проблема. Вот так, с психологической точки зрения, вам можно ответить. То есть, понимаете, у вас, у вас позиция, в целом, какая? Вот, вы либо черная, либо белая у вас. Да? Вот. То есть, либо так, либо так. Вы пишете, что хотите чувствовать себя любимой и желанной. Правда в том, что любимой и желанной можно чувствовать себя только в том случае, если вы сами так себя ощущаете, без обязательного наличия партнера. А этого у вас нет. Понимаете? Какая штука. И мне кажется, совершенно повторюсь, у вас слишком много материального в отношениях для того, чтобы был ресурс для развития эмоционального и духовного. При том, что у вас это духовное есть, вы обижаетесь, вы говорите, что у вас его слова какие-то ранят и прочее, прочее, прочее. Это все говорит о неустойчивой психической вашей организации. Ну и, конечно, вопрос заключается о том, какой у вас глобальный смысл жизни, то есть, ради чего вообще глобально вы живете и какая у вас цель. То есть, если цель ваша это дети и деньги и семья, то совершенно очевидно, что вы поэтому попали в эту ситуацию, в которую вы попали. Вот, что до заголовка, то деньги и любовь – вещи абсолютно несовместимые. То есть, как бы, ну как, несовместимые, несовместимые, а независимые друг от друга, скажем так. Вот. Вот такой взгляд на ваши ситуации с точки зрения профессиональной психотерапии. Надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.